Всем привет! Это проект Местное и Интересное. И да, мы считаем, что в родном регионе можно классно провести время. Сегодня мы об интересных мероприятиях и местах Ярославля, о праздновании 30-летия городского телеканала. Побываем в одном из интересных музеев и продолжим серию сюжетов о мистическом Ярославле. Городскому телеканалу 30 лет. В прошлом выпуске Местное и Интересное мы рассказывали о выставке, посвященной этому событию. А в этом о самом торжестве. Да, выставка действительно очень интересная. Ее может посетить каждый в выставочном зале имени Нужина. Там много профессиональной техники, от старинной до суперсовременной. От артефактов до встречи с профессиональными телезионщиками. Выставка правда интересная. Если не были, можете найти информацию на сайте gtk.tv, во Вконтакте и в прошлом выпуске Местное и Интересное. А пока давайте посмотрим, как проходило празднование 30-летия городского телеканала. 30 лет назад, 5 июля, городской телеканал начал свое вещание. С тех пор прошло много времени, и на эфирах городского телеканала выросло не одно поколение. Мы на официальной части празднования 30-летия городского телеканала. На выставке, которая объединила разные аспекты его истории. Здесь артефакты первого 30-летия, образцы студийного оборудования, современного и ретро. Фотозона, стилизованная под телевизионную студию. И удивительный робот. Ну главное, сюда пришли поздравить городской телеканал, друзья, партнеры, коллеги, официальные лица и преданные телезрители. Поздравляю с этим мобилеем, не только вас и коллектив, но и тысячи людей, которые с удовольствием смотрят передачи городского телеканала. Здесь устроили телестудию, и каждый желающий может почувствовать себя ведущим. За плечами коллектива городского телеканала внушительный архив программ, которые сегодня стали настоящими историческими свидетельствами того времени. Если вы или ваши друзья становились героями передачи городского телеканала, то поделитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в рамках открытого конкурса, который идет в социальных сетях. Размещайте фотографии и посты с хэштегом «ГТ Ярославль30лет». Авторы материалов, получивших наибольшее количество лайков, получат призы. Насколько трудно было организовывать 100 серьезных праздников? Одновременно и нетрудно, и трудно. Трудности заключались в том, что очень много оборудования, технологичного оборудования нужно было привезти, расставить, распределить от старых образцов до новых, и все это скомплектовать, укомплектовать, для того, чтобы люди могли не только посмотреть, а еще и потрогать, подключить все это нужно было. Поэтому трудности были только в этом. В остальном все было достаточно легко. Я поздравляю городской телеканал с 30-летним юбилеем. Прежде всего, желаю сотрудникам крепкого здоровья. Ну, а будь здоровья, будь все остальное. Чем отличается городской телеканал от других средств массовой информации? Это заключается именно тем, что он городской, и тем, что жителям Ярославля очень интересно смотреть новости, которые приближены к ней. Потому что любого человека интересует то, что больше всего интересует то, что происходит непосредственно вокруг него. И когда человек знает, что он включит этот телеканал, и ему будет рассказывать именно о тех новостях, которые вокруг него, не где-то далеко, а вокруг него, то это всегда людям очень интересно. Вот это, мне кажется, такое серьезное отличие. А какое самое любимое и интересное место в Ярославле? Такое же, наверное, как у всех, стрелка. Самая яркая, красивая. Простор такой открывается. Вид великолепный. История. Правильно ли? Ну вот, и мне так же. Спасибо. Какой экспонат вам понравился больше всего? Конечно, робот. А чем он вам понравился? Кем что он роботно. Эпоха роботизации. Это сейчас новое, все интересное. Робот – это интересно. Какой проект на городском телеканале вам понравился больше всего? Новости. Городской телеканал создан для того, чтобы показывать объективные новости. Это самый важный проект городского телеканала. Что вам напоминает флаг городского телеканала? Наверное, мост через нашу красавицу Волгу и парящая чайка над ним. Эта выставка проходит до 20 августа. И все желающие смогут побольше узнать о городском телеканале. Рекомендую вам посетить эту выставку. Также каждую пятницу здесь проводятся телепятницы с экскурсиями и общениями со звездами городского телеканала. Приходите! В прошлом выпуске «Место интересное» стартовала первая часть серии сюжетов про мистический Ярославль. Да, Наташа, у тебя очень интересно получается рассказывать про архитектуру и историю города вместе с Женей Ворониным. А то, что в этот раз вы подошли к делу с особенной страны – мистической – это вышло еще круче. Продолжаем. Новая порция мистических легенд Ярославля. Я хочу мороженое. Сказали, что мороженое потом сначала работать. Вот мы и вышли на местный Арбат. Люблюсь здесь гулять, всегда можно встретить знакомых, купить что-нибудь интересное, ну или же посидеть в уютном кафе. Да, сейчас мы с вами находимся на Арбате. В народе так называют нашу улицу Кирова. И она много названий сменила. Одно из них было углической, и в то время она была очень красивой. На ней располагались дома купцов, знатные магазины. Например, вот этот магазин, в котором сейчас находится книжный, когда-то был магазином одежды. И в нем первыми появились сезонные распродажи. Представляете? И таких магазинов всего было 11 в России. Он принадлежал дому Мандель. На улице Кирова у купцов зародился фастфуд. Вот сейчас мы все с вами, да, едим. Макдональдс и не только. В Ярославле в 19 веке тоже было такое. Купцы продавали сбитень. За спиной у продавцов были бочонки, а спереди трубочки. И все подходили, наливали в стаканчики. И вот так появился первый фастфуд в Ярославле. По обеим сторонам улицы Кирова мы видим красивые особняки. Особняк Ярыкалова, который занимался хлебом и мукой. А в конце улицы Кирова находилась гостиница «Брестоль», в которой можно было увидеть знаменитой личности Собинова или Шаляпина, который трапезничал со своей собакой Булькой. Представляете? Женя, Вера, смотрите, какая монетка. Я никогда такую не видела. Наташа, ты не случайно нашла эту монету у дома по улице Кирова 12? Этот дом когда-то принадлежал Петру Ярыкалову, очень богатому жителю нашего города, который занимался мукой и хлебом. Его дом был самым главным щеголем на этой улице. Но это вы можете увидеть. Потрясающая красота и архитектура. И ему завидовали очень многие другие купцы. По преданию, купец Ярыкалов нашел недалеко от своего дома мальчика-сиротку в оборванной одежде. Подобрал его и привел домой. Остальные домашние и даже слуги его не взлюбили. Купец редко бывал дома и заботу о мальчике поручил гувернантке. Она как могла заботилась о мальчике, но в ее отсутствии над ребенком издевался управляющий, избивая и издеваясь над ним за малейшую праведность. Не отставал от него и сын Петра Алексеевича, ровесник мальчика. Сироте пригрозили жесточайшей расправой за то, что он пожалуется. Но доведенный до отчаяния мальчик рассказал всю гувернантке. Но месть была жестокой. Управляющий загнал мальчика в сарай и забил до смерти. Тело кинул в мешок и утопил в Волге. Приехавшему Ярукалову управляющий сообщил, что мальчик сбежал. Купец был очень огорчен. Он поднял городовых на поиски, но тщетно. Он не узнал об убийстве мальчика до конца своей жизни. Горожане утверждают, что до сих пор на улице Кирова можно встретить сироту в оборванной одежде. Очень грустная история. Теперь буду всегда вспоминать этого мальчика, когда буду заходить в тот ювелирный магазин. А какие истории Ярославля знаете вы? Делитесь! Хорошо сегодня погуляли. Пойдем поедим мороженого. Ну вот, съемки закончились, и я наконец получила свое заветное мороженое. Надеюсь, вам было интересно и познавательно, хоть и немного страшно. Да, после такого сюжета надо переключиться на что-то очень доброе и очень милое. Наша коллега Катя Скидан побывала в месте, которое точно подходит под это описание. Хозяйка этого места очень добрая, и все гости испытывают нежность, когда видят старинные экспонаты музея. Итак, отправляемся в интересный музей, где живут старинные куклы. Многие из нас в детстве играли в куклы, а некоторые превратили это в хобби, и благодаря этому хобби смогли создать свои собственные музеи. Сейчас я нахожусь в единственном в Ярославле доме кукол. Здесь есть куклы не только из разных времен, но и из разных стран. С порога меня привлекла вот эта кукла, знакомая всем. У меня была точно такая же. Здесь есть винтажные куклы 19 и 20 века, а собирает их уникальный человек, который еще сама их реставрирует. У вас очень необычный музей. Скажите, пожалуйста, а с чего это все началось? Началось это все в декрете, так как я творческий человек, я художник-модельер по образованию. Мне было скучно, я стала строить дом. В декрете я узнала о таком хобби, как коллекционный миниатюр 1 к 12, и узнала, что это не детские игры, а это действительно хобби для взрослых. Люди собирают, строят дома, собирают разные интерьеры, изучают историю, историю архитектуры, историю интерьеров. Ну, вот этот дом, который я начала строить в 2012 году, где производила два раза ремонт, на данный момент он выглядит вот так, вот это три этажа. Гостиной у нас представлена в стиле шинуазри, в переводе означает «подобное Китаю». Это значит, что здесь восхваляется искусство Китая, тонкий фарфор, росписи на мебели можно увидеть. Приходится собирать каждый предмет, выискивать буквально по всему миру. Дом действительно впечатляет, но мне больше всего понравились ванны и спальни. Я бы от таких не отказалась. В спальне у нас обитает вот такая дама, если узнаете, это Анжелина Джоли. Это актриса, портретная кукла, шарнирная, она полностью подвижна, и она существует в единственном экземплиарии в мире. Пару к Анжелине Джоли я заказала еще Джонни Деппа из фильма «Туристы». Это такие образы. Мне очень нравится этот фильм, поэтому я заказала эту парочку. И они обитают в этом доме. Ванна действительно металлическая. Мы можем в углу увидеть титан. У него есть специальное отделение, если его открыть, там есть свеча. И если налить воду в этот титан, вода нагреется. Все по-настоящему. Частый вопрос, который нам задают посетители, это «Где вы покупаете эти комнатки?» Нигде. Мы создаем их сами. Каждая комнатка изначально – это какая-то задумка. Потом мы выпиливаем эти стены, выпиливаем проемы, вставляем туда деревянные окна со стеклами деревянной двери, клеим обои. Кстати, обои создает испанская фабрика, которая всю жизнь создает только обои для кукольных домиков. Каждый предмет уникален. Тоже портретная кукла Роберт Дауни-младший. Шахматы вручную вырезаны. Каждая шахмата из дерева вырезана вручную. Можно вот сложить футляр, специальный футляр для шахмат. А пинцетом можно сыграть партию. Вот она, ваша коллекция кухол. Их здесь только что не сосчитать. Но вам-то наверняка известно, сколько их. Скажите, пожалуйста, их количество. Вот, честно говоря, даже мне неизвестно точно, потому что они прибывают. Все время я не закончила коллекционировать и продолжаю. И каждый месяц как минимум одна кукла прибавляется в коллекции. Но точно знаю, их более двухсот. А какая кукла прибыла совсем недавно? Это кукла 1860-х годов. Оставляешь? Достаточно старая. Очень старая. Ей практически более 160 лет. А чем примечательна эта кукла? Мы зовем ее сестра нашего Андрюши. Вот он, наша Андрюша. Это самая старая кукла коллекции. Наш Андрюша. Кукла немецкая. Андрюша, он 1850-х годов. И она его такая младшая сестра. Видите, они такие очень красивые. А это... А разве это не два мальчика? Ну, почему-то мы его так решили. Нам показалось, что он мальчик, а она девочка. А почему же мальчик в платье? Это довольно необычно. Потому что Андрюша у нас младенец. На нем настоящая сорочка младенца. Младенца, прям с младенца снятая. Она из муслина. И вообще мальчики в 19 веке до 7 лет ходили в платьях. Пока мальчик был при маме, под воспитанием мамы, под покровительством мамы, он ходил в платье. Даже наш император Николай II. Есть фотографии, где он тоже в платье. Такая милая кудрявая девочка как будто бы. На примере этих кукол можно изучать историю искусств, историю моды. Историю человечества. Дети играли, например, вот здесь разыгрывается сценка причастия. Первое причастие. Девочки, у них такая фата, это как невеста Христова. Они идут к своему первому причастию. Также дети играли и в похороны, и были маленькие гробики. И в венчание. И существовали куклы-монашки. Например, церковные организации заказывали фабрикантам кукол без одежды, отправляли по монастырям. И там монахини шили вот такие наряды. И потом эти куклы продавались на благотворительных разных мероприятиях. А среди этого множества кукол есть вот самая-самая любимая? Да. Есть у нас любимица нашей семьи. Она нравится всем членам нашего семейства. Это кукла Мари Ли. У нее есть имя шотландское Мари Ли. Это кукла семейная. Прибыла она к нам из далекой Шотландии. И эта кукла прожила всю свою жизнь в одной семье. Такое бывает редко. Вот она с самого начала прожила в одной семье. Значит, у одной женщины. Она подарила ее своей дочери. И та дочь пронесла ее через свою жизнь. И уже на рубеже своего столетия она пережила своих потомков. У нее никого не осталось в наследниках. И она стала искать дом своей кукли. Она ее очень любила. Конечно, мне захотелось такую куклу в свою коллекцию. Это редкий молд. Это кукла с историей. Это кукла с теплотой души. Мы стали вести переговоры, потому что леди хотела пристроить куклу в Великобритании. Ну вот, не покидала, чтобы она в Великобританию. Мы били долгие переговоры, уговаривая. Тем более, когда она узнала, что в далекую Россию, там же холодно, как она доесть. Но нам удалось уговорить эту леди, чтобы она ее отпустила. И потом долгий перелет сюда. Это было сложно. Но кукла прибыла в целости и сохранности. Ведь куклы эти хрупкие, у них головы фарфоровые. Довольно-таки это хрупкий материал. Нужно очень хорошо упаковывать. Кукла прибыла целая. Все. Мы посылали фотографию, показывая, что кукла будет жить в музее. И что она в целости и сохранности. Ее полюбила вся моя семья из-за ее личика с сердечком. И позже я приобрела еще одного, как сказать, друга в пару к этой кукле. И нарядила его воинам-шотландцам. Вот этот костюм на нем шила я. Что примечательно. Килт. Это вот национальный костюм Шотландии. Килт, он настоящий. Он прибыл тоже из Шотландии. Я просто его уменьшила. Шив ему еще камзол, жилет. Как бы максимально реалистичный костюм. Такой военный шотландец. И вот он ее друг. Мне очень нравится эта парочка. И они наши любимые куклы. Неудивительно, что они ваши любимые. Ведь они такие красивые. У них такая удивительная история. Ну, я надеюсь, что мои дети также будут сохранять. Если и не всю коллекцию, то этих кукол точно. Надеюсь, что у них будет такая же дальше длинная жизнь. Ведь все мы люди просто временные хранители этих старинных кукол. А жизнь у них долгая и бесконечная. Сегодня мы узнали много фактов не только об истории кукол, но еще и об истории человечества. Что еще раз подтверждает, что куклы неотъемлемая часть нашей жизни. Всем привет, я Мирослава. И сегодня об интересных постах ярославцев, которые меня зацепили. И первый в нашем списке Артем Владимирович Молчанов, мэр нашего города. В своем посте он рассказал о том, что неравнодушные горожане шьют маскировочные сети, тактические носилки и сухой душ. А также собирает и отвозит гуманитарную помощь ребятам на передовой. Представляете, сам мэр города принял в этом участие. Кстати, в школе, где я учусь, на уроках технологии, мы тоже шили маскировочные сети для фонта. В городе проходит выставка «Утраченная Рославль». Это первая резиденция художников-иллюстраторов в нашем городе. Девять мастеров погружались в его истории. Вот я планирую посетить эту выставку. А вы? И еще об одном посте «Добров Данилы». Написал пост о том, что 18 июля – день создания Государственного пожарного надзора. Он занимается практикой и предупреждением пожаров в России. Это был обзор блогов. До встречи в местной интересной на городском телеканале. И это были все сюжеты на сегодня. В следующих выпусках мы продолжим искать для вас интересные места Ярославля, знакомить с людьми и их профессиями, рассказывать о классных мероприятиях. Смотрите «Местно. Интересно» на городском телеканале. С вами были журналисты Медиа-школы «Фокус». Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!